Продолжите предоставить вам доклад о антимикромной терапии к армииорезистентной эклипсии и опонимании в онкологическом стационаре. В 21 веке проблема антибиотикорезистентности приобрела особую значимость во всем мире. Резистентность к антибиотикам имеет огромное социально-экономическое значение и в развитых странах мира рассматривается как угроза национальной безопасности. Согласно оценкам международных экспертов, антимикромная резистентность является причиной более 700 тысяч смертельных случаев ежегодно. Предполагается, к 2050 году эта цифра может увеличиться до 10 миллионов человек. Оценочная частота назокаминальных инфекций в России составляет около 2-3 миллионов случаев в год. По результатам исследованиям Marathon, пристроитель рода Enterobacterialis в совокупности является наиболее частными возбудителями назокаминальных инфекций. За 2015-2016 год доля изолятов Enterobacterialis среди всех бактериальных возбудительно-зокаминальных инфекций достигала почти 50%. При этом половина всех этих инфекций вызывали представители рода Klebsiella. Klebsiella превалирует по всему миру в госпитальной среде. Так, в Индии они высеваются в 26% случаев в педиатрических стационарах, в Эфиопии в 58% случаев. В отделениях и стационарах Марокко в 66,3% случаев. По данным нашего института, при оценке уровня бактеремии в отделении анестезиологии реанимации, Klebsiella пневмония также является практически безоговорочным лидером, как видите, пока что указано на слайде. Что же это представляет из-за Klebsiella пневмонии? Это грамма-отрицательная палочка семейства энтеробактериация, сапрофит, широко распространена в окружающей среде, в том числе в госпитальных условиях, с выживаемостью на объектах вне больничной среды до 30 месяцев, может бессимптомно колонизировать носоглотку и жуточный кишечный тракт, имеет полисарихаринную капсулу, хорошо устойчива к вакцитозу, способна подавлять ранний иммунный ответ, резистентно к естественным антимикробным пептидам, может ингибировать созревание дентритных клеток и чаще всего вызывает назакаминальные инфекции, реже маличные инфекции, но только у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией. Воспитальный штампы Klebsiella пневмонии обладают высоким уровнем антибиотикорезистентности. Например, в Китае 61,4% Klebsiella характеризуется множественной лекарственной устойчивостью, 22% экстремальным уровнем лекарственной устойчивостью и почти 2% из них устойчивы ко всем применяемым антибактериальным препаратам. По данным китайского ПИД-надзора, уровень резистентности Klebsiella пневмонии с 2005 по 2017 год вырос почти в 7 раз. Центры по контролю заболеваемости США показали, что заболеваемость к кремопинаморезистентной Klebsiella увеличилась с 1,2% в 2001 году до 4,2% в 2011 году. По данным нашего института, Klebsiella пневмония, которая высевается у нас, имеет тоже достаточно серьезную антибиотикорезистентность. Как видим, она нечувствительна. Большинство препаратов сохраняется некоторая чувствительность, и то в районе 30-40%, и то только исключительно к тигициклину. Какие же вообще бывают механизмы института бактерий к антибиотикам? Наиболее часто и наиболее актуальны у нас это расщепление бета-воктамных антибиотиков бета-воктамазами, гиперэкспрессии эфлюксов с насосов, утрата паринов или мутации их, модификация мишени или модификация самой липосахаринной оболочки микроорганизма. Что же касается устойчивости к клепсиумов, не менее к бета-воктамным антибиотикам, он формируется главным образом за счет продукции ферментов, расщепчающих бета-воктамное кольцо пенициллинов, цифалоспоринов, монобоктамов или карпинамов, так называемые бета-воктамазы. А также нарушение экспрессии или структуры париновых каналов, а также активное введение антибиотик. Существует много классификаций бета-воктамаз. Одна из них по химическому составу бета-воктамаз, например, так она делится на две большие группы. Класс А, С и Д – это сириновые бета-воктамазы, в активном центре фермента аминокислота сирин. Из них карпинемазные активности выявлены у классов А и Д, а также класс Б – это так называемые металлы бета-воктамазы. В активном центре фермента у них находится атом цинка. Проблема заключается в том, что это частый энзим у аэвокариот. То есть, если мы будем пытаться использовать ингибиторы для этих металлов бета-воктамаз, то, скорее всего, пострадает и макроорганизм. Они в основном различаются по механизму гидролитической активности и чувствительности к ингибиторам бета-воктамаз. Какие же карпинемазы актуальны у калипсиопневмонии? Это КПСИ. Карпинемаза молекулярный класс А широко распространена в Европе и Соединенных Штатах Америки. Группа ферментов ОКС – это класс Д, распространена достаточной в России. Группа ферментов НДМ – ньютели металлоботовоктамаза, распространена в Северо-Западном регионе. Значительно реже выявляются карпинемазы ВИМ и ИМП. На этом большом слайде представлены сравнительные характеристики этих бета-воктамаз. На что здесь стоит обратить внимание? На то, что класс С, к примеру, он не расщепляет карпинемы, при этом обладает чувствительностью к авиабоктаму. Класс А – там нам стоит в большей степени опасаться к ИПСИ, которая распространена среди карпинемазов, она расщепляет карпинемы, но при этом у нее есть сохраненная чувствительность к ингибиторам, таким как клоанат, сульбоктам и тазобоктам, и полностью чувствительна к ингибированию своего действия авиабоктамом. Распространенный класс Д – это тип ОКСА. Они не гидролизуют астрианам, гидролизуют хорошо карпинемы, но при этом есть промежуточная чувствительность к ингибированию действия авиабоктамом. Ну и самое неприятное металлобеталоктамаз – это класс Б. Они гидролизуют практически все, кроме астрианама, и нечувствительны к действию ни одного ингибитора. Если подытожить характеристики активности ингибиторов беталоктамаз, то надо остановиться на том, что клоанат, сульбоктам и тазобоктам ингибируют класс А, авиабоктам ингибируют класс А и класс С, может частично действовать в зависимости от ситуации на класс Д, и совершенно никто из них не действует на класс Б металлобеталоктамаза. Какие же карпинемазы встречаются у нас в Санкт-Петербурге? Исследования эпидемиологической ситуации по резистентности к граммоотрицательным бактериям карпинемы в Санкт-Петербурге за 2012-2014 год показали распространенность с нашими стационарами города клепсио-пневмонии, несущей ген карпинемазы НДМ1. У 98% карпинемы нечувствительных штаммов клепсио-пневмонии полученных от пациентов в Санкт-Петербурге в 2013 году обнаружен ген карпинемазы НДМ1. И уже в 2019 году 40% всех выделяемых клепсио-пневмонию имели ген НДМ1. Какие же у нас есть потенциальные в отношении карпинемазопродуцирующих штаммов клепсио-пневмонии антибактериальные препараты? Это в первую очередь цифтезидим-авиабактам, коллистиметат натрия, тигициклин, аминогликозиды, остаются актуальны в определенных условиях карпинемы, фосфомицин, рифампицин и триметопримасольфаметоксазол. Цифтезидим-авиабактам, это первый антибиотик, зарегистрированный ФДА и ОМА для лечения инфекций, вызванных карпинемазопродуцирующими бактериями. По данным тенкина с авторами, при терапии цифтезидим-авиабактамах и инфекциях, вызванной карпинеморезистентными энтеробактериями, КПС или ОКСО-40-ОКС, удается достичь клинического лечения почти в 70% случаев. Также ряд исследований показал его высокую эффективность в соотношении клипсиевы, выделяющих КПС-2 и ОКСО-232. Кроме того, опубликован ряд работ, демонстрирующих эффективность цифтезидим-авиабактама в сочетании с астрианамом против клипсиевы пневмонии, продуктирующих металлобеталоктамазин. В данном случае астрианам выступает как бы защитник цифтезидим-авиабактама от действия этих ферментов. Однако выделены штампы КПС-2 уже нечувствительны к экзавицерсии за счет модификации самих кровопенемаз КПС-2. Также Маттео Бассетти сообщает, что применение цифтезидим-авиабактама было связано с появлением резистентных штаммов из-за мутации в гене КПС-3, и чаще это встречалось среди пациентов, инфицированных КПС-3, страдающих пневмонией и получавших заместительную почвенную терапию. Отмечено формирование участочной цифтезидим-авиабактани на фоне лечения. По данным китайских исследователей, резистентность цифтезидим-авиабактама в КПС возникала еще до клинического применения цифтезидим-авиабактама в Китае, хотя большинство штампов изолятов КПС сохраняя воспринимчивость к этому препарату. До 1,3 ковбермен резистентных к лепсиевых пневмоней могут быть чувствительны к введению высоких доз карбопенемов. Также возможно применение и комбинированное применение двух карбопенемов, таких как, к примеру, использовали в исследовании меропенем 6 грамм в сутки и артопенем 1 грамм в сутки. При длительности терапии в течение 15 дней удалось достичь эффективности в 80% случаев, но это работает только в отношении серийных карбопенемаз. Каллистемицат натрия является неактивным пролекарством калистины. Именно активный калистин обесцвечивает антимикробный эффект этого препарата. Форма для пронатурального питания в Российской Федерации не зарегистрирована. Только 20% калистемитата натрия метабилизируется в калистин. Почный клинус составляет 80%. При этом даже при использовании трехмиллионных мальдениц каждые 8 часов мы сможем достичь терапевтической эффекции концентрации калистина через 48 часов от начала антибактериальной терапии, что, естественно, нас не может устроить. Также полезность калистина по-прежнему ограничена его нейротоксичностью и нефротоксичностью. Препарат неэффективен в режиме монотерапии. Тигициклин должен теоретически обладать высокой эффективностью против карбопенемаз, продусирующих грамма тратинбластерии, но при этом в сыворотке крови он находится в малой концентрации. В 2010 и 2013 году ФДА сообщил о повышенном риске смерти у пациентов с тяжелыми инфекциями, получавших тигициклин в монорежиме. Препарат может быть использован только для лечения нетяжелых инфекций у определенной категории пациентов, когда использование других препаратов невозможно. При этом препарат эффективен высоких дозов в составе комбинированной терапии, но дозу надо превысить относительно инструкции практически в два раза. При этом некоторые штампы клеопсио-пневмонии могут быть резистентны к киэзиклину за счет гиператургена неспецифического введения этого препарата ЭКЕР-АБИ. Недавние исследования показали, что многие штампы КПС сохраняют чувствительность к фосфомедицину. В греческих исследовании по использованию фосфомедицина в дозе 24 грамма в сутки в комбинации с калистином и циглицислином против клеопсиела благоприятные исходы были закреплены в 55% случаев. Существуют трудности с определением чувствительности микроорганизма к фосфомедицину в лаборатории. То есть мы не можем опираться на данные, которые нам дает наша лаборатория. Монотерапия этим препаратом неэффективна, а высокие дозы фосфомедицина приводят к выраженным электролитным усоростройствам. Дело в том, что фосфомедицин – это динатриевая соль и гипернатриемия достаточно частое осложнение лечения этим препаратом. Значительная часть клипсиела проявляют чувствительность к инвитро к каминогликозинам, но в большей степени к эндомедицинам. При этом выбор антибиотик рекомендуется делать на основании тестов на чувствительность к противомикробным препаратам. Лечение генотомедицином может быть рекомендовано в качестве компонента комбинированного режима для КПС и было связано с повышением выживаемости, в том числе при устойчивых к колистину и к ромиопинаму инфекциям. Монотерапия этим препаратом возможна только при наличии у пациента уроинфекции. Применение амегликозидов связано с высоким риском нефротоксичности. Такой препарат, как бисептол, показал свою ограниченную эффективность при лечении тяжелых инфекций, вызванных к ромиопинам-резистентными энтеробактериациями. Показы, ощущения чувствительность к ромиопинаму к бисептолу инвитров, о которых сообщается в литературе, сильно варьируются от 30 до 80% и зависят от географического региона. Рефимпицин обладает синергетической активностью с меропинемом против клефимпицин. Комбинация клестина и рефимпицина продемонстрирует свою антимикробную активность в отношении клефимпицин, устойчивых к клефимпицину. Большинство авторов считает, что использование рефимпицина в данном случае является неоправданным. Зарабежные исследователи, такой известный Каматео Бассетти, предлагают нам варианты терапии в том случае, если мы встречаем с вами клефимпиево-пневмонию резидентную к карбопинему. В том случае, если минимальная ингибирующая концентрация по меропинему мы увидим по данному лаборатории от 8 до 64 мг на литр и нам доступны новые варианты терапии, нам рекомендуется использовать сэфтозидим авиабактам по 2,5 грамма 3 раза в сутки с клефимпицином 4,5 международных единиц каждые 12 часов внутривенно или гентамицином или же фосфомицином 16 грамм в сутки или также вариантом будет его компенцинация сэфтозидим амбикстан сэгидциклином 200 мг в сутки. Также рекомендованы к использованию меропинем варабактам и импинем релабактам, но данные препараты нам не доступны. В том же случае, если у нас по меропинему минимальная ингибирующая концентрация та же, но нам недоступны новые варианты лечения, методом выбора может являться введение меропинема в дозе 2 грамма каждые 8 часов сэгидциклином 200 мг в сутки плюс колестин 9 млн. международных единиц в сутки или гентамицин или восемьцин на наше усмотрение 16 грамм в сутки. В том же случае, если мы встречаем клипсиевую пневмонию с минимальной медгибирующей концентрацией более 8-64 мг на литр и нам недоступны новые варианты терапии, нам предлагают использовать меропинем в дозе 6 грамм в сутки в комбинации с эртопинемом 2 грамма в сутки, причем разбить это введение эртопинема на 4 раза плюс использовать или использовать третий препарат на наше усмотрение. Также допускается введение эртопинема с дуропинемом тоже в максимальных концентрациях. В нашем стационаре, как и везде в нашем городе клипсиевая пневмония имеет карбинеморезистентность НДМ и за это время нам удалось накопить достаточно большой опыт терапии пациентов с этой инфекцией. Разрешите вам предоставить несколько клинических случаев. Так, пациент 41 год болезни Хошкина состояние после высокодозной химиотерапии на фоне цитопении регистрируется эпизод лихорадки до 38,5 ЦРБ увеличится до 154 грамм на литр приключение теста 1 по данным КТ двухсторонняя нижняя долевая пневмония на профильном отделении начата эмпирическая антибактериальная терапия с учетом нашего микропейзажа института завицефта 2,5 грамма 3 раза астрианам по 1 грамму 4 раза или не залит 600 миллиграмм 2 раза несмотря на проводимую терапию в состоянии пациента ухудшалось рост ЦРБ снижался сатурация по данным КТ появились новые инфильтраты в легких при этом в посеве мокроты выявлено панрезистентное климсидиево пневмония с чувствительностью только к тегициклин больной был перейден варид там произведена смена антибактериальной терапии фосформицин 2,4 грамма в сутки меропенем 6 грамм в сутки и тегициклин 200 миллиграмм в сутки на фоне продолжения терапии через 36 часов пациент нормализовал температуру через 48 часов снизился ЦРБ на 4-й сутки прошла кислородозависимость а по данным КТ слабая положительная мекозменная в легких еще один пациент тоже с гематологического отделения 51 год хронический лимфо-глюкоз состояние послевысокодозной химиотерапии на фоне цитопини также легкорадка 39 градусов Цельсия рост ЦРБ пока цитонин при этом нормальный на компьютерной термографии двухстороннее пневмония антибактериальная терапия в данном случае эмпирически была назначена меропенем 6 грамм в сутки тегициклин 100 миллиграмм в сутки а мекоцин полтора грамма в сутки на фоне проводимой терапии состояние больного ухудшилось появился кислород зависелось участились эпизоды легкорадки по данным Канте прогрессировало понимание рост ЦРБ посеяемые окроты мы получили то же самое клепси его понимание больной периоден варит и мы произвели на смену антибактериальной терапии назначена была та же схема с фосфомицином но на основе уже с использованием дорепинемы на фоне проводимой терапии нам также удалось достичь достаточно быстрый положительный эффект как видите в двух описанных случаях мы используем терапию с использованием фосфомицином фосфомицин открыт в 1969 году в Испании имеет уникальный механизм антимикромного воздействия включающийся ингемирование эноцитил клюкозамин перавил трансфераза фермента который катализирует первый этап андриклеточной синтеза клеточной стенки обладает синергийным действием с большим количеством антибиотиков действующим противобактериальной стенки микроорганизма фосфомицин характеризуется широким спектром антибактериального воздействия включающийся как грамм положительной так и грамм аэробной бактерии что показано на слайде но при этом надо учесть что все-таки основное свое воздействие фосфомицин показывает на представителей рода клепсиела связь с белками плазмы крови 1% обведенной массы самая маленькая молекула среди антибиотиков благодаря низкой молекулярной массе хорошо запределяется во многих органах и тканях способна проникать в биопленки период поведения взрослого 1,5-2 часа у детей быстрее основной путь экскреции фосфомицина почный имеет благоприятную площадь безопасности фосфомицина достигает эффективных антибикробных концентраций в инфицированной легочной ткани так в своде эксперимента было показано что введение 4 грамм фосфомицина после введения 4 грамм фосфомицина его концентрация что в плазме что в инфицированной легочной ткани была равна в 2017 году была публикована мета-обзор отражающий клиническую доказательную базу антиривенного введения фосфомицина обобщивший имеющую публикованную литературу которая состоит из 128 исследований и более с 5,5 тысяч пролеченных пациентов было показано эффективность фосфомицина в комбинированной терапии грамм отрицательных мультирезистентных микронезов было подтверждено общепризнанное несоответствие между высокими показателями возникновения резистентности инвитро и его явной низкой клинической значимостью в нашей стране при применении этого препарата разрешено у данной группы пациентов до 16 грамм в сутки на основании методических рекомендаций национальных анакодозирования препарата составляет проблему для многих так в инструкции указывается что средняя доза для взрослых стоит 2,4 грамма каждые 6,8 часов национальные рекомендации нам дают дозировку 16 грамм в сутки и КАСТ предлагает нам вводить в стандартной дозе 12 грамм в сутки но при этом разрешается введение в дозе 2,4 грамма в сутки при этом ряд исследователей показали что нагрузочная доза фосфомицина 8 грамм в сутки с последующей суточной постоянной инфузией 16 грамм или 24 грамм в сутки является перспективной терапевтической схемой при лечении системных инфекций в том числе вызванных мультирезистентными организмами крайне важно адекватный начал антибактериальной терапии как показано на слайде раннее начало адекватной терапии кроме выбора антибактериального препарата может привести или к выживаемости в 9% случаев или для тайности в 91% случаев какие же выводы эмпирическая антибактериальная терапия должна основываться на данных локального мониторинга для подбора адекватной антибактериальной терапии целесообразно проводить детекцию карбопенемаз разработка алгоритма антибактериальной терапии тяжелых назакомиальных инфекций имеет стратегическое значение для проведения успешного лечения использование древенной формы фосфомицины в схеме комбинирования терапии продуцирующих НДМ карбонезов клепсиево-пневмонии может являться целесообразным и безопасным средством преодоления антибиотикорезистентности данного патогена также важнейшим фактором успеха антибактериальной терапии является ее раннее адекватное начало спасибо за внимание спасибо за внимание